Всем привет! Сегодня у нас в студии один из представителей середнячков от фирмы, которую можно назвать относительным новичком, уже успевшим наделать за последние несколько лет много шума. Я говорю о Meizu, фирме, которая в последнее время делает упор на две линии гаджетов. На скромных бюджетников, но с хорошей начинкой, и флагманы, характеристики которых могут поспорить с мастодонтами вроде яблочной семерки и последнего Самсунга. Ну вот сегодня у меня в руках немного другой вариант. Это смартфон средней ценовой категории, который называется Meizu MX6. Ну что же, начну с коробки. Могу сразу сказать, что комплектация здесь не очень-то впечатляющая. Все стандартненько. Сам смартфон, инструкции, зарядное устройство, ключ, USB-провод. По внешнему виду и не скажешь, что этот гаджет средней ценовой категории. Это уже точно. Однако, если вы страдаете дальнозоркостью, то и не сразу сможете определить, что это такое перед вами, iPhone или же Meizu. Потому что они ну очень похожи. Это не новость. По моим расчетам, подавляющая часть смартфонов сейчас похожа на двоюродных, а то и родных братьев. Но вместе с тем, они и выглядят очень даже хорошо. Как и Meizu. Его благородный металлический корпус выдает аристократа, созданного по всем законам дизайнерского мастерства. Округлые края, а еще спокойный матовый цвет делают из MX настоящего красавца, который хорошо и крепко лежит в руке. Кстати, есть в линейке золотой, металлический синий и серебряного цвета. Да и размер у смартфона комфортный, как и вес. Посмотрим на шестерку внимательнее. Конечно, можно сразу сказать, что тут все по классически расположено. Ничем ни вас, ни меня расположение кнопок не удивило. Возможно, это к лучшему. В общем, камеры остались на своих местах, точно так же, как и разъемы зарядки, наушников и все остальное в этом духе. Давайте лучше внимательнее посмотрим на экран. А вот дисплей у шестерки тоже ничего особенного для 2016 года. В основе стоит IPS LCD матрица производства Sharp. Диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1920 на 1080 точек. Что ж, в принципе, этого экрана для нашего времени вполне хватает. Размеры допустимые, разрешение вполне ожидаемое. По самому экрану претензий особых нет. Углы обзора у смартфона достойные похвалы. Хоть сзади посмотри, все равно будет видно, что на экране. Шучу, конечно. Но все равно, на солнце шестерка себя просто отлично показывает. Да и отпечатков пальцев на дисплее не остается. Что не может не радовать меня, как ненавистника отпечатков. Еще скажу, что очень тут хорошая комфортная яркость экрана. Есть автонастройка, она, кстати, тут работает хорошо. Что еще порадовало, это то, что можно у Meizu настраивать экран на режим, который щадит глаза. А это, считаю, очень важно сейчас. Когда большую часть времени все только и делают, что смотрят на дисплей. Да и в целом, теплоту картинки можно настроить. Ну, двигаемся дальше. И давайте-ка сразу посмотрим на камеру. В Meizu используется 12-мегапиксельный сенсор от Sony IMX386. Производители утверждают, что тут кастомизированный сенсор. Если говорить о других характеристиках, то тут 6 линз. Диафрагма f2.0, размер пикселя 1,25 микрометра, фазовый автофокус и сдвоенная светодиодная вспышка. Фронтальная камера тут всего 5 мегапикселей, диафрагма f2.0 и 4-х линзовая оптика. Меню камеры очень простенькое, без особых наворотов и заморочек. Для того, чтобы с ней разобраться, потребуется минут 10, не более. Настроек тут не сильно много. Есть режимы панорама, сканер, макро, замедленная съемка и другие. Есть ручной режим. Тут вы уже сами можете настроить такие значения, как ISO, экспозиция, выдержка и так далее. Если смотреть глубже, то ничего интересного больше нет, кроме того, что видеокамеры пишут в Full HD фронтальная и до 4К основная. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и плавно мы подходим к железу. А оно у шестерки хорошее. Это современнейшая платформа Mediatek Helio X20, так что можно ожидать действительно хорошего результата. Тут 10 ядер. 4 Cortex-A53 1,4 ГГц, еще 4 Cortex-A53 1,8 ГГц и плюс 2 Cortex-A72 с частотой 2,3 ГГц. Да, 10 лет назад на этого японца смотрели бы с изумлением, но для сегодняшнего дня это вполне обычная начинка для такого класса аппаратов. В качестве графического чипа установлен Mali-T880. И все это красиво ограняют 4 ГБ оперативной памяти, хотя могли бы поставить и 6. Но это я так, пусть будут называется. В общем, не только с внешностью в шестерке все хорошо, но и с мозгами. По встроенной памяти ничего необычного, всего 32 ГБ. Не то, чтобы я особо придирчивый, однако присутствие такой классной начинки и полное отсутствие слота под карту памяти, хм, это достаточно странно. О чем только думали производители. Впрочем, и 32 ГБ для некоторых будет достаточно вполне. По самой работе устройства в целом могу сказать, что работает гаджет плавно и легко, что, конечно, неудивительно. По играм все тоже неплохо, но при длительной работе аппарат заметно нагревается, что, конечно же, не радует. Скажу так, начинки хватает, чтобы справиться со многими задачами, в том числе и играми, причем играми требовательными. А вот емкость батареи Meizu не очень-то радует. Тут даже цифра какая-то странная, 3060 мАч. Ну, на световой день активного использования хватит, но не более того. Средненько что-то. Радует только одно. В аппарате применяется технология быстрой зарядки M-Charge, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор за 75 минут. В качестве ПО тут Android 6.0 с фирменным интерфейсом Flyme 5.2. Flyme стандартен, но я все же расскажу о нем немного. В целом, это очень приятный интерфейс, красивый, работающий плавно. Пожалуй, если вы не склонны к кастомизации, то сможете с большим удовольствием пользоваться Flyme таким, каков он есть. Но вот особо изменить его под себя, если что-то не нравится, пожалуй, не получится. Как всегда, меня порадовало, что тут нет ничего лишнего. Есть всего пару местных приложений на ломаном не нашим, а в целом-то пусто. Из последних приложений тут есть центр безопасности. При помощи данной проги вы можете ускорить память устройства, очистить его от хлама и вирусов. Также уже всем знакомая папка полезная, где имеется фонарик, зеркало, а также уровень, шкала и лупа. По остальным примочкам тут можно выделить большое количество всяких разных жестов. Тут и пробуждение по двойному тапу, и наэкранная кнопка управления, а также можно запустить приложение, если нарисовать на экране букву. Не обошлось тут и без отпечатка пальца. Аппарат-то все же непростой. Тут он понятно, что выведен на центральную клавишу на лицевой стороне. К его работе совершенно нет претензий, срабатывание у него отличное. Все с этим тут на пятерочку. А теперь посмотрим, а точнее послушаем смартфон. Внешний динамик не сильно громкий, чуть выше среднего. Что касается разговора с собеседником, то тут все четко и хорошо слышно человека на другом конце провода. По качеству звучания в наушниках также характеризую его как средний, и музыкальным его назвать не могу. Звук, конечно, тут неплохой, но не более. За воспроизведение отвечает фирменный плеер с эквалайзером. С коммуникационными возможностями тут все так же обычно. Есть, конечно же, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, ну и 4G. Хорошо, давайте теперь и итоги подводить. Честно говоря, думаю, это неоднозначный телефон, который не выделяется из десятков похожих телефонов ни ценой, ни внешними данными, ни начинкой. Здесь есть несколько вещей, которые лично мне показались ну просто странными. Например, отсутствие слота для карты памяти. И не очень-то крутые камеры. Но в целом аппарат выглядит достаточно хорошо, да и плавность работы действительно радует. Поэтому, если вы не хотите переплачивать за ненужные, суперкрутые характеристики, но и не желаете быть владельцем невзрачного и немощного бюджетника, то именно Meizu MX-6 отличный выбор. Пишите свое мнение по данной модели в комментариях. Понравился обзор ставь лайк и не забывай подписаться на канал. Всем всего хорошего. С вами был видеошопер.ру